А чё, большое-то стрёмно, да? Денег нету! Я тебя снимаю крупным... Молодец! Молодец! В посёлке Кедровом, затаившемся в 35 километрах к северу от стольного града Екатерины, в доме на 40 лет октября 5 и первом часу ночи, местный житель Максим разнёс стеклопакет в квартире на первом этаже, в которой живут его оппонент Дмитрий с женой и двумя детьми, двух и пяти лет от роду. Эй, криса, пускай Дима выходит! Трезвая будет, придёшь! Иди сюда, чумно! Не вставай, да! Даже не вставай, Дима, не вставай, я тебе сказала! Пожалуйста! Пожалуйста! Я тебя снимаю, снимаю, всё ещё снимаю! Мне как раз нужны новые стёкла! Пастик! Не выходи! Не выходи, я тебе говорю! Послушай меня! Сейчас приедет дежурка, чё тебе славится с малолеткой? Будь выше этого! Это провинциальная история о том, как опасно жить на первом этаже и о том, что полиция не всегда спешит на помощь, в отличие от весёлых диснеевских бурундучков. По крайней мере, на это сетует молодая семья, подвергшаяся нападкам агрессора Максима, который капец как очень сильно напугал маленьких детей. Да к тому же, ещё вся семья и простудилась, проведя ночь с открытым окном, и сейчас все четверо лечатся. Ну, так рассказал Дмитрий. Кто-то спросит, а собственно, за что Максим разнёс стекло, хорошо хоть не посреди зимы, и вызывал Дмитрия во двор, явно не для того, чтобы попить с ним пивка. Чтобы не быть голословным, будьте любезны. Версия Максима, высказанная им в беседе с соседом Дмитрия. Это соседи твои, да, наркоманы, ***. Когда же *** машину, *** деньги не отдают. Пускай *** выходит, это Дима, ***. Мне нужен Дима. Из этой гневной тирады следует, что Максим считает Дмитрия наркоманом, который будто бы разбил ему машину и не отдаёт деньги. Мы сегодня побеседовали с Дмитрием, и он поведал, что всё было с точностью до наоборот. По его версии, антагонизм между ним и Максимом начался 26 апреля текущего года, когда Дмитрий с друзьями стояли, курили, мирно болтали возле его деунексии. Вдруг откуда ни возьмись, появился Максим, схватил дубьё и стал лупасить по девушке, по железу, по стёклам, в общем, в итоге набил ущербу на 150 тысяч рублей. И не отдаёт. Понятно, что Дмитрий написал заяву в полицию. Далее. 1 мая Максиму стукнуло 20 лет. Он напился пьяный и, по версии Дмитрия, сам своими голыми руками вогнал топор в капот своей четырки и сделал селфи. И вот с тех пор Максим как нашвыривается, так постоянно обвиняет Дмитрия в том, что будто бы это он зарубил топором его четырку и вызывает набой. Максим, понятного, ***. Дмитрий считает, что Максим его спецом провоцирует, чтобы он, значит, вышел на улицу. И сбил Максима, а тот написал бы встречное заявление, ну, чтобы не платить 150 тысяч за нексию. Что важно, когда Максим трезвый, а такое бывает, у него к Дмитрию вообще нет никаких претензий и он просто молча проходит мимо. По словам Дмитрия, он утром съездил в полицию Верхней Пышмы и написал заяву по клевете, ну, за то, что Максим обозвал его наркоманом, а также написал заяву по поводу разбитого стекла. А еще он наметил написать заявление в прокуратуру на бездействие полиции. Как вы слышали, за кадром жена Дмитрия повторяла, что сейчас приедет дежурка. Семья, атакованная агрессивным типом, реально ждала помощи от полиции, а ей по телефону сообщали всякий раз «в порядке живой очереди». В итоге так к утру никто и не приехал. Правда, пришла участковая, но не из-за стекла, а по поводу разбитой нексии. Ей показали разнесенный стеклопакет, который весь был в кровище Максима, и полицейская предложила Дмитрию заяву на молодого пьяного буяна не писать. Ну, дескать, он без уголовки все заплатит. Но Дмитрий, понимая, что после каждой пьянки Максим будет вытворять то же самое, ибо теряет берега наотмашь, все-таки заявление в полицию написал, и его официально приняли. Вот такие нешуточные страсти кипят в поселке Хедровом, затаившемся в 35 километрах к северу от Стольного Града Екатерины.